Всем привет, ребятульки! Мы сегодня идем в кино, как вы, наверное, уже догадались. Я знаю, в какое кино мы идем, в какой кинотеатр. Хочу вам представить Сашу, который вы, наверное, уже знаете. По многим моим видео из Львова, из Каменца-Подольского, где-то еще засветилось. Где-то, ладно. Много где. Саша переехала в Киев. Ты когда-нибудь была в Киевском кинотеатре? Да. Но ты, наверное, не была в этом кинотеатре, в котором мы сейчас идем, да? Ну, конкретно в этом наверняка нет, потому что... А мы идем, на мой взгляд, лучший кинотеатр Киева, который называется Блокбастер. И у них есть там такой зал под названием IMAX. Это единственный IMAX в Киеве, к сожалению, на данный момент. Киеве всего один IMAX? Да, всего один. И вот он здесь. И вот мы сейчас туда идем, на допремьерный показ фильма, название которого вы уже знаете. А Саша не знает. И даже не догадывается. Ты не догадываешься? Я могу предположить. А, ну, предположи. Марсиане? Нет. Более. Но фильм тоже про одного человека. Это Баёптик. Ты знаешь, что такое Баёптик? Нет, я не знаю, что такое Баёптик. Баёптик – это фильм-биография. Фильм, основан на реальных событиях. Ну, просто биография какого-то человека, да? Ну, хорошо. Фильм о реальных событиях, о реальном человеке. Я думаю, что он интересный, потому что я видел трейлер, во-первых. Во-вторых, я сегодня посмотрел документальный фильм. Есть 2008 года выпуска об этом же человеке, об этих же событиях. Ты предполагаешь? Я посмотрел документальный фильм, и это очень интересная история. Мне прям уже не терпится посмотреть вот этот художественный фильм. Для чего я посмотрел документальный? Для того, чтобы я мог чётко сравнить, насколько он, вот этот фильм, который мы сейчас будем смотреть, соответствует тем реальным событиям, которые произошли. Насколько много выдумок, и насколько, ну, в общем... Ну ладно, давай уже говорим название. Будешь что-то сравнить. Нет, название ты знаешь в кинотеатре. Окей. Не будем раскрывать этот секрет раньше времени, а с вами мы увидимся чуть позже. Ну вот, мы практически и пришли. Путь наш был долог. Всё-таки Александра надела большие каблуки, и это не ускоряло наш... Мы, кстати, не опаздывали, если что. Да, мы... Александра пришла вовремя, даже раньше. Потому что я решил встретиться намного раньше, чтобы у нас был запас по времени. Короче, вот, Мегаплекс кинотеатр Блокбастер. Планета кино, Ай, Макс. Ну вот, мы посмотрели фильм, как вы поняли, называется он в английском варианте The Walk. «Прогулка» или «Прогулка высотой», как у нас перевели. Ну что, Саша, как твои впечатления? Понравился тебе фильмец? Надо подумать. Ну ты ещё не подумала. Так я ещё понравился. Что тут думать? Я лично в детском, я просто в детском восторге, насколько мне понравился фильм. Он действительно настолько позитивный. Вот я забыл вам сказать, что режиссёр этого фильма, я не помню его имя, но он же снимал фильмы «Форест Гамп», «Изгой» и прочие такие вот жизненные ноуэллы. Этот фильм, он, ну как бы напоминает, конечно, это не «Форест Гамп», но в целом вот ощущения просмотра, они приблизительно такие остаются, очень позитивные. Фильм снят в таком, знаете, немножко комедийном ключе, хотя, ну, по сути, ничего такого смешного в этой истории нету. Но вот снят он так вот, как будто бы это комедия. Могу сказать, что вот в сравнении с тем документальным фильмом, который я посмотрел, всё довольно-таки точно передано. Единственное, что сама вот эта вот тема цирка, в документальном фильме её нет. То есть я подозреваю, что это, возможно, такая художественная придуманная вот история про цирк. Может, оно и было, но я говорю, в документальном фильме об этом вообще ни слова не было, про цирк. И про того дядечку, который на крыше поднялся, в самый неподходящий момент, да, тоже не было ни слова. Может быть, его тоже придумали для фильма. А в остальном всё довольно-таки точно, интересно. Я могу сказать, ни в коем случае не смотрите документальный фильм, предварительно. Ни в коем случае. Почему? Потому что это не будет так интересно, как было мне. Мне было всё равно интересно. Я могу вас успокоить. Если вы посмотрите документальный фильм перед фильмом, вы всё равно получите огромное удовольствие. Я знал, чем всё закончится, но всё равно всё было шутко интересно. ну да наверное лучше посмотреть сначала этот фильм кинотеатре а потом уже вы придете и захочете посмотреть документальный фильм ты хочешь посмотреть увидеть как выглядит по-настоящему этот герой который до сих пор жив и рассказывает там там есть документальные съемки фотографии настоящего как это было это очень интересно реально я уже миллион раз это говорил и буду говорить что фильмы основаны на реальных событиях я просто обожаю потому что ты смотришь и понимаешь блин эта история это не просто выдумка а реально то что произошло случилось в 1974 году но вы понимаете не пересказываю сюжет фильма для того чтобы вам было интересно смотреть но честно могу сказать что фильм просто обалденный мне очень понравился я возможно даже его бы еще пересмотрел с чистым сердцем могу рекомендовать по реакции зала который я видел я понял что людям тоже всем очень понравилось даже были аплодисменты в конце короче советую реально крутой фильмец даже несмотря на то что это не какое-то там громкое название какие-то яркие постеры ну то есть такой фильм который вы увидите в рекламе и как-то может быть даже не обратите внимание но действительно я вам советую обратите на него внимание фильм крутой ну и делитесь своими впечатлениями в комментариях под этим видео и конечно же не забывайте ставить лайки свои и подписываться на мой канал до новых встреч до новых премьерных показов пока спасибо за просмотр если вам понравилось не забудьте поставить лайк и оставить комментарий буду рад если вы поделитесь этим видео со своими друзьями также смотрите другие видео на моем канале и конечно же подписывайтесь на канал о жизни и путешествия до встречи